Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Без границ» и я, ее ведущая, Сесек Гунгарова. Сегодня у нас в гостях директор Бурятской Республиканской ветеринарной лаборатории Ольга Алексеевна Зверева. Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляем вас с праздником белого месяца! Спасибо большое! И я вас поздравляю с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, нашим всем слушателям, которые присоединились к нам, благополучия во всем! Благодарю! Как вы отмечаете Сагалган? Отмечаете ли вы его на работе или в семье? Конечно! В первую очередь, в первый день мы с семьей отмечаем праздник, накрываем стол, угощаемся белой пищей. Естественно, на нашем столе присутствуют мясные блюда, в том числе и наши бузы. В этом году у нас вот сложилась такая добрая, светлая традиция празднования Сагалгана, в наших учреждениях ветеринарии. В этом году мы провели конкурс, веселый конкурс по поеданию буз. Среди наших учреждений участвовало четыре команды. Это команда управления ветеринарией Республики Бурятия, команда республиканской станции по борьбе с болезнями животных, команда республиканской лаборатории и команда уландынской городской станции по борьбе с болезнями животных. Кроме этого, у нас были замечательные конкурсы, приветствия, в том числе и на бурятском языке. Праздник у нас очень удался, я считаю, что все были очень довольны. И я надеюсь, что данное мероприятие мы продолжим. На сегодняшний день на территории Республики Бурятия ветеринарными лабораторно-диагностическими исследованиями осуществляют 9 ветеринарных лабораторий. Из них одна субъектовая ветеринарная лаборатория, 4 районных ветеринарных лабораторий и 4 межрайонных ветеринарных лабораторий. Мы проводим различные виды исследования, в том числе сыворотки крови, то есть биологического материала от животных, сыворотки крови на инфекционные заболевания. Следующий наш пласт это исследование пищевого сырья и пищевых продуктов на качество и безопасность в соответствии с техническими регламентами. Если говорить коротко о том, чем занимаются ветеринарные лаборатории Республики Бурятия. Это ежедневная, кропотливая, точная работа. На сегодня сколько сотрудников? На сегодня в ветеринарных лабораториях Республики Бурятия трудится порядка 108 специалистов ветеринарных. Естественно, это специалисты с высшим ветеринарным образованием, со средним ветеринарным образованием. Кроме этого у нас и трудятся другие специальности, как химики. По специальности химики это наши выпускники нашего Бурятского государственного университета. Кадровая подготовка, то есть, есть у нас? На сегодня мы очень плотно и тесно сотрудничаем с нашей Бурятской государственной всекозяйственной академией, с аграрным колледжем по подготовке ветеринарных специалистов. Особенно, конечно, у нас существует проблема ветеринарных специалистов, это на селе. Поэтому была проведена очень большая работа с нашим ветеринарным факультетом, ветеринарной медициной. Если говорить о прошлых годах, то у нас было порядка 30 квот бюджетных мест. На сегодня плюсом у нас увеличилось 50 бюджетных мест. Поэтому мы призываем нашу молодежь приходить к нам, обучаться. Ведь не каждая семья может бесплатно обучить своего ребенка. И чтобы данный ребенок потом уже в виде специалиста пришел и трудился в родном районе. Это же очень хорошо и замечательно. В общем, у нас лаборатории в 8 районах республики. Это какие районы? Это Баргузинская ветеринарная лаборатория, Джидинская ветеринарная лаборатория, Кяхтинская ветеринарная лаборатория, Кабанская ветеринарная лаборатория, Тункинская ветеринарная лаборатория, Бичурская ветеринарная лаборатория. Все ветеринарные лаборатории у нас входят в структуру республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Мы на сегодняшний день, Республиканская лаборатория, обслуживаем порядка шести наших ветеринарных лабораторий. В том числе нам доставляют материалы из Севербайкальского района. Севербайкальского, Муйского при необходимости. Мы осуществляем свою деятельность на всей территории Республики Борядия. Какие исследования сейчас наиболее востребованы у вас лабораторией? Если рассматривать по видам исследований, то я бы разделила их на две группы. Это исследование био- и патологического материала на инфекционное начало. И исследование пищевого сырья и пищевых продуктов на качество и безопасность в соответствии с техническим регламентом. Данные виды исследований подразделяются на сирологические, бактериологические, биологические виды исследования. Полимеразно-цепная реакция, иммуноферментный анализ, исследования на микробиологические показатели, токсичные элементы, пестициды и так далее. Все их не будем, наверное, перечислять, потому что это все-таки специфические показатели. Ну, если вот так вот разделить, и в каждом районе, в зависимости от направления деятельности, если у нас есть Бичурский, Кабанский районы, это более молочное направление у нас этих районов, поэтому в их деятельности больше поступает уже методика на качество молока. Конечно, есть и сирологические исследования, но я как бы определяю вот в этом плане. В Джидинском районе у нас проводятся сирологические исследования на выявление антител к инфекционным заболеваниям, такие как бруцеллез, лейкоз, инан, случная болезнь лошадей и другие заболевания. Сколько этапов проходит работа исследований? Я бы кратко, наверное, описала вот так. Сначала мы должны зарегистрировать пробу, провести работу с заказчиком. Второй большой основной блок – это проведение самого испытания согласно методик, и затем оформление результатов исследований и выдача заказчику. Вот основные мероприятия, которые проводятся в ветеринарных лабораториях, проводятся ветеринарными специалистами. Для этого в последние два года мы ввели в штатное расписание специалист по шифрованию и кодированию проб в ветеринарных лабораториях Республики Бурятия. Затем у нас идут испытатели, и вот специалист по выдаче проб и шифрованию, он выдаёт результаты заказчику. Получается, к вам уже приходят как отобранные материалы, да? Да. В соответствии с ветеринарными правилами по борьбе с болезнями животных и профилактики отбор проб занимаются ветеринарные специалисты. Владельцы животных любым доступным способом должны сообщить ветеринарную службу о том, что с данным животным что-то не в порядке. Есть какие-то клинические признаки, или нужно родовспоможение, или там животное хромает. И уже ветеринарный специалист, выезжая на место, он оценивает ситуацию и, если требуется необходимость, отбирает пробы и направляет эти пробы в ветеринарную лабораторию с сопроводителем документов. И уже получив результат с лаборатории, он уже дальше принимает решение, какое лечение нужно, какие мероприятия нужно будет проводить. Вот за 2023 год какие частые болезни были выявлены у животных? Ну, из особо опасных заболеваний животных, я бы выделила, это бруцеллез в Джидинском районе. Также у нас регистрировались случаи выявления ликоза крупнорогатого скота. Ну, из основных заболеваний, которые регистрировались в 2023 году. Вот у нас сейчас наступил Новый год по лунному календарю, поэтому давайте подведем итоги 2023 года. Каким он был для вас? 2023 год был для нашего учреждения очень насыщенным мероприятием, различными мероприятиями разного уровня. Мы принимали участие в межрегиональных кабанно-штабных учениях, которые у нас проходили, в кабанно-штабных учениях районного уровня. Кроме этого, у нас было большое масштабное событие, это проведение 100-летия ветеринарной службы Республики Бурятия. Мы в данном мероприятии в первую очередь хотели поблагодарить наших ветеранов, которые создали, передали нам эту службу, чтобы мы дальше продолжали их дело. Поэтому очень теплые слова мы получили в наш адрес от наших ветеранов. Приезжали коллеги с нашей Монгольской Республики, поэтому мы тесно с ними сотрудничаем, обмениваемся опытом. Ну вот основные такие моменты. В каких-то программах вы участвовали, может быть, госпрограммах? Мы планируем в 2024 году участвовать в федеральной программе. Это экспорт продукции агропромышленного комплекса. Для этого нам нужно провести комплекс мероприятий. Сейчас они уже запланированы. Это капитальный ремонт системы вентиляции. И приобретение мы хотим модернизировать свое оборудование, комплекс иммуноферментного анализа. В соответствии с этим пройти процедуру расширения области аккредитации. И уже потом подавать в федеральную программу денежку на возмещение, как бы сказать. Это вот наша первая очередная задача на 2024 год. Пройти процедуру расширения области аккредитации для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители расширить им спектр видов услуг и чтобы они уже обращались к нам. В 2023 году совместно с правительством Республики Бурятия был введен в эксплуатацию склад для хранения биопрепаратов. Это большое и значимое событие для нашей ветеринарной службы. Ведь каждый биопрепарат имеет свою температуру хранения и транспортирования. Поэтому как хранится биопрепарат, так и будет, и как он транспортируется, как он дойдет до животного, такой и будет иммунный ответ у животного. Поэтому для нас это очень значимое событие. Мы очень рады данному мероприятию. И, конечно, данное мероприятие было приурочено к открытии данного склада, к мероприятию, к 100-летию ветеринарной службы Республики Бурятия. С какими проблемами сталкиваетесь в своей работе основные? Проблемы? В любой работе есть проблемы, но нас проблемы не пугают, нас они только закаляют. Конечно, проблемы в том, чтобы сохранить кадры у себя в учреждении. Ведь по требованиям аккредитации у нас не просто ветеринарный специалист должен проводить испытания, испытатель, а именно с опытом работы в данной области не менее двух лет. Поэтому, конечно, прежде чем молодой специалист, пришедший к нам со стен вуза, он нарабатывает свои навыки профессиональные. После этого он только может быть допущен к самостоятельной работе. И, конечно, мы всеми путями, своими возможными, пытаемся сохранить свой кадровый потенциал. Вот это, наверное, основная проблема на сегодняшний день. Кадры будут, все остальное тоже будет. А сейчас у вас есть молодые специалисты? Да, у нас ежегодно приходит порядка одного-двух в наши стены республиканской лаборатории порядка одного-двух специалистов ветеринарных. Это специалисты, которые... Проводят, да, в наших вузах. Это Бурятская государственная академия и в аграрном нашем колледже, техникуме. Поделитесь, пожалуйста, своими планами на 2024 год. Вот вы уже сказали, да, что планируете участвовать в федеральной программе. Еще какие у вас планы? Так как мы являемся аккредитованным испытательным центром, нам необходимо до расширения области аккредитации пройти процедуру подтверждения компетентности. Это тоже большое и огромное мероприятие, которое мы должны его успешно завершить в этом году. Это вот прямо первое из первых, да. Кроме этого, планируем также участие в командно-штабных межрегиональных учениях подготовки. Также второе направление нашей деятельности – это повышение квалификации в соответствии с планом, графиком повышения квалификации наших специалистов. И, конечно, в целом обеспечить эпизодическое благополучие территории Республики Буреттия. А повышение квалификации – какие города ездят ваши сотрудники? Мы можем участвовать и в семинарских занятиях в режиме ВКС, можем выехать уже на место. Это наши учебные центры. Они у нас располагаются в центральной части нашей Российской Федерации. Это город Владимир, город Москва. Кроме этого, мы можем выехать к нашим коллегам по обмену опытом в другие регионы. Вот в 2020 году мои коллеги выезжали в Курскую областную ветеринарную лабораторию по обмену опытом по молекулярной диагностике. Это уже было с коллегами напрямую. То есть какие-то такие мы перенимаем фишки, ноу-хау, как мы их зовем, которые потом уже применяем в своей диагностике. И коллеги нам делятся своими ошибками, и которые мы можем уже не использовать их в своей практике. То есть это обмен опытом. А вы, Ольга Алексеевна, сколько уже работаете в лаборатории? В стены лаборатории я пришла в августе 1997 года в должность ветеринарного лаборанта. И вот как раз моя деятельность начиналась с отдела бактериологии, которая была связана с диагностикой инфекционных заразных заболеваний животных. Затем уже ветеринарным врачом, начальником отдела, и заместителем директора, и уже директором лаборатории. То есть уже больше 20 лет тружусь в стенах Республиканской научно-производственной ветеринарной лаборатории. Благодарим вас, Ольга Алексеевна, за участие в нашей программе, за то, что уделили нам время, пришли к нам в гости. Желаем вам в 2024 году больших высот реализации ваших задач и, конечно же, успехов. Я благодарю вас за теплое благопожелание. И, конечно, от своего имени, от своего коллектива хочу вас поздравить с Белым месяцем, пожелать вам творческих успехов, чтобы ваша карьера всегда шла в рост, благополучие каналу. И, конечно же, всех благ. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова